Среди бескрайних просторов Тихого океана суша самая главная ценность. Гавайи. Самые изолированные острова на планете. Оазис жизни в опасном мире. Мелководье хрупких рифов кишит необычными формами жизни. На глубине обитают океанические гиганты. Горные вершины стали природными лабораториями. Фантастическая наука создает существа, находящие новые способы выживать. Далекие атоллы населены миллионами скитальцев. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Здесь живут самые необычные животные на планете. Они ведут борьбу за выживание. Эти острова породил огонь. Это Гавайи. Неизведанные Гавайи. К западу от материковой части Соединенных Штатов. В синих водах Тихого океана расположена цепочка островов. Гавайский архипелаг. Далекий атолл Мидуэй – один из них. Крошечное кольцо песчаных островов – все, что осталось от огромного вулкана, исчезнувшего под водой. На белых песчаных пляжах нашли убежище гавайские тюлени-монахи. Тюлени можно найти только на этих островах. Коренные гавайцы называют их собаками, бегающими в бурных водах. Эти обаятельные существа – редкое зрелище. В мире насчитывается всего 1100 особей. Тюлени проводят так много времени в море, что их шерсть зеленеет от водорослей. На берегах островов тюлени отдыхают и проводят сезон линьки. Тюлени склонны к уединению. Увидеть сразу троих почти невозможно. Но есть мощная сила притяжения, сводящая этих одиночек вместе. Жажда спаривания. Самец плавает вдоль берега в поисках партнерши. Для пара, уже нашедшей друг друга, его появление может стать проблемой. Меньше тюленей – меньше соперников. В период размножения, возбужденные самцы агрессивные. Известно, что в поисках пара они убивали молодых тюленей. Самка проявляет гостю более чем мимолетный интерес. Самец следует за ней. Он должен быть рядом с самкой. Обменявшись поцелуем, пара возвращается на пляж. Самцу-захватчику пора уплывать. Возбужденные самцы – не единственная угроза для тюленей монахов. Поблизости появляются мрачные тени. Крупные акулы плывут к мелководью в поисках легкой добычи. Например, детеныши-тюленя. Опасаться хищников нужно не только ценным тюленям. Но и длинноносым дельфинам. Они радуются возвращению на Мидуэй. Прыжками дельфины обозначают свое местонахождение, призывая клан держаться вместе. Мелководье – спасительная гавань для дельфинов. Прошлой ночью они охотились на добычу, поднимающуюся из глубин за пределами кольца кораллов. Там, где есть еда, есть и акулы. На песчаном мелководье акулам негде спрятаться. И дельфины спокойны. Отдельные группы собираются в большие плотные стаи. Вместе – безопаснее. Полдень – время сна. Дельфины входят в состояние, напоминающее транс. Оно позволяет им на время отключить одно полушарие мозга. Это спящий дельфин. Жаворонки подают сигнал к пробуждению. Выпрыгивая из воды на три метра, они пытаются разбудить остальных. Одного прыжка бывает недостаточно. Наконец, все проснулись. Пора охотиться. Дельфины покидают дом. Но на островах остается еще одно существо, ищущее здесь укрытие. Зеленые черепахи. Они делят острова с тюленями и покидают их только, чтобы погреться или найти себе пару. К тому же здесь им не угрожают акулы. Эти морские волки бороздят весь гавайский архипелаг. Они направляются к превосходным пастбищам. Тюлени-монахи – большие домоседы. Они охотятся среди рифов. Увидеть их на мелководье – редкое зрелище. Трудно найти еду, когда рядом другие хищники. Нельзя отказываться от легкой добычи. Даже лагуна таит опасность. Поэтому косяк рыбы обитает там, где есть укрытие. Этот старый пирс не совсем безопасен. Карангсы проникают сюда в поисках мелкой рыбы. Они соперничают с тюленями, но не беспокоят черепах. Черепахи прячутся от более крупных хищников. Акул. Здесь их достаточное количество. Неизведанные Гавайи. На атолле Медуэй зеленые черепахи прячутся от акул. Белоперая рифовая акула не страшна черепахам. Однако некоторые из них пострадали от стычек с более опасными врагами. Эта черепаха потеряла передний ласт и долго не проживет. Кто виновник? Тигровая акула. Эти убийцы преодолевают сотни километров ради сезонного деликатеса. Зеленые черепахи – их любимое лакомство. Но акулы здесь ради другого блюда. Они ждут, что им достанется сверху. Альбатросы. Годами парят в небе, ни разу не ступая на землю. Пока не начинается сезон размножения. В океане лишь маленький клочок земли. Миллионы морских птиц прилетают на крошечные острова. Почти вся мировая популяция темноспинных и черноногих альбатросов выводит потомство на нескольких островах. Мидуэй – один из них. Каждая пара выводит за год одного птенца. Для голодного птенца еда более важна, чем брачный танец. Родители прочесывали океан в поисках подходящей пищи, например, кальмара. Но не только у них есть дети, которых надо кормить. У темных крачек появились птенцы. Это единственный шанс вывести потомство в этом году. Птенец должен быть в безопасности. Защита от палящего тропического солнца – только начало. В небе полно краснохвостых фаэтонов. Им тоже надо кормить птенцов. Охотящиеся родители должны быть на чеку. Небо патрулируют пираты. Огромные фрегаты. Гавайцы называют их «ива» – воры. Размах их крыльев равен двум метрам. Они превосходные летуны. Фрегаты блокируют небо. Любого родителя, возвращающегося к своему птенцу, ждет испытание. Погоня началась. Вор ловит не птицу, а рыбу, которую та несет. Фрегат хочет заставить ее бросить добычу. Вот она. Фрегата все больше и больше. Совместная работа повышает шансы на успех. Еще один. Если это необходимо, фрегаты загонят своих жертв в воду. Когда надежды почти не остается, появляется… Убежище. Не все острова – древние атоллы. Почти в двух с половиной километрах к юго-востоку от Медуэя находятся главные гавайские острова. Все они вулканические. Самый крупный – большой остров. Он в три раза крупнее Род-Айленда и продолжает расти. Остров состоит из пяти вулканов. Самый активный – Килауэа – непрерывно извергается с 1983 года. Для коренных гавайцев извержение не просто создание новой земли. Это священное действие гавайской богини Пеле – богини огня и вулканов. Легенда гласит, что она была изгнана из родной страны и приплыла к гавайскому архипелагу, а потом нашла пристанище на Большом острове. Теперь она живет в лавовом колодце Килауэа. Эффектные извержения подтверждают ужасную репутацию Пеле. Свежая лава предоставляет массу возможностей. Семена и насекомые, принесенные ветром из дальних мест, находят здесь пристанище. Не имея соперников, вновь прибывшие находят новый фантастический способ выживать. От одного маленького вьюрка образовались 50 видов гавайских цветочниц. Каждый из видов приспособился к иной среде обитания и рациону. Одна из самых необычных птиц – ярко окрашенная иви. Ее загнутый клюв прекрасно подходит для добывания нектара. Жизнь других животных, попавших в гавайские леса, еще более необычная. Это забавная насекомая с раскрашенными крыльями – обычная дрозофила. Ее предки, оказавшиеся на Гавайях, выглядели так же, как и все дрозофилы. Не имея соперников, они породили многообразие. Сегодня на Гавайях насчитывается 500 разных видов. Крылья, использовавшиеся ранее только для полета, теперь очаровывают. Вновь прибывшие оставили дома не только соперников, но и хищников. Но что, если их место заняли другие? А что, если неизвестно, как выглядят новые хищники? На первый взгляд, это обычная ветка. Но первое впечатление бывает обманчивым. У ветки есть ноги. Их назначение весьма необычно. В изоляции гавайских лесов крошечная гусеница педеницы из вегетарианки превратилась в хищницу. Очень удачная перемена. Несколько видов гусениц стали здесь плотоядными. Даже если вы увернетесь от коготков одной, вам все равно грозит опасность. Другие гусеницы, отведавшие мясо, стали еще изощреннее. Гусеницы гавайского мотылька защищают свое тельце шелковистым чехлом. Почти все они вегетарианцы. Почти все. Эта гусеница охотится на улиток размером чуть больше булавочной головки. Она ищет спящую улитку, чтобы опутать ее шелковыми нитями. Улитка обречена. Прожорливая гусеница забирается внутрь раковины и съедает улитку. Именно изоляция островов породила такое необычное поведение и стала причиной появления животных, которых нет больше нигде. Но изоляция была нарушена. Один из крупнейших хищников этих лесов чувствует себя как дома, охотясь под прикрытием. С глазами на выкате, трехрогой головой и медленной поступью хамелеон Джексона выглядит так, как будто развивался на изолированном острове. Но он был завезен на Гавайи из Африки, как домашний питомец и выпущен на волю в 1972 году. Местные животные не успели приспособиться и теперь очень беззащитны. Хамелеоны благоденствуют в тропических лесах крупных островов. Однако его отодвигает на задний план более древняя угроза. Неизведанные Гавайи Кипитки Лауэ Красные языки расплавленной породы раскалены до тысячи градусов. Если лава доходит до лесов, пожары неизбежны. Любое животное в этих лесах может достичь конечной точки своего развития. Лава остывает, создавая первобытный ландшафт, на котором замечательно живется одному необычному животному. Здесь обитают лавовые сверчки. Этот хищник приспособился к жизни среди лавовых полей и ежедневно заселяет только что застывшие потоки. Сверчки питаются погибшими и умирающими животными, занесенными сюда ветром. Пища, зажаренная на горячих камнях, лакомство для сверчка. В водах, окружающих изолированные Гавайские острова, тоже можно найти укрытие. Укромные берега стали местом отдыха для тюленей и монахов. Они приплыли сюда 13 миллионов лет назад, задолго до того, как из моря возник большой остров. На ближних островах тюлени ищут еду, безопасные пляжи и партнеров. Когда приходит пора, в океане происходит спаривание. Самцы часто кусают партнерш за шею. Обычно укусы не причиняют вреда. Но когда за самку борются несколько самцов, раны могут быть смертельными. На Гавайском архипелаге обитает 1100 тюленей. На главных островах всего 200 особей. Их мало, но живется им замечательно. Однако на подветренных Гавайских островах их все меньше и меньше. Акулы, агрессивные самцы, дефицит рыбы и соперничество с другими хищниками убивают тюленей. Здесь, возможно, меньше акул, больше пищи и меньше конкурентов. Неважно почему, но обитательницы главных островов производят на свет упитанных детенышей, способных выжить на Гавайях. Там, где вулканы выходят на поверхность, возникают уникальные места обитания. Глубина океана здесь составляет более 4 километров. Слишком глубоко для кораллов, любящих солнечный свет. На залитых солнцем лавовых полях растут новые кораллы и обитают рифовые рыбы. До острова могут доплыть только планктон, зачатки кораллов и личинки рыб. Те, кто могут сюда приплыть, приспосабливаются к новой жизни. Появляются странные существа. Более 20% морской флоры и фауны обитает только здесь. Зеленые черепахи размножаются только на дальних пляжах. Но на главных островах есть все, что нужно для жизни. В зарослях кораллов живут маленькие рыбки. Во время плавания черепахи покрываются планктоном и водорослями, способными пустить корни. Если их не убирать, здесь они покроют весь панцирь. Плавать станет невозможно. Выгода взаимна. Рыбы получают еду, черепахи – чистый панцирь. Но черепахи приплыли сюда не только ради чистки. помимо рифов, здесь находятся заросли халимеды, рай для голодной черепахи. Зеленые водоросли содержат карбонат кальция – мел, которым изобилует яичная скорлупа, но не растение. Подобно огнедышащему дракону, черепаха выдыхает клубы ила. Черепахи будут кормиться в этих водах, пока не придет пора возвращаться на пляжи и дать жизнь потомству. Другим обитателям Гавайев не нужно плыть к дальним островам. Мелководные лагуны заполнены манграми. Мангры были завезены на Гавайи 200 лет назад. Сейчас в них укрываются необычные гости – черноперые рифовые акулы. Эти маленькие акулы живут на метровой глубине, зачастую недалеко от берега. Они охотятся на мелкую рыбу и без позвоночных. Их легко найти среди корней мангров. Акулы не единственные в этих водах. Бронзовая рыба молла тоже здесь. Эти океанические акулы достигают в длину двух с половиной метров. Это всего лишь детеныши. В мире, где акулы едят акул, быть маленьким опасно. Матери используют лагуны в качестве яслей. Молодняк прячется от крупных хищников, пока не подрастет и не сможет защитить себя. Им надо быть на чеку. В детском саду плавают детеныши песчаных акул. При удобном случае молодая песчаная акула съест молодую рыбу-молот. Гавайи окружены не только мелководьем. Иногда воды круто обрываются в пропасть. Острова поднимают глубокие океанские течения, несущие с собой питательные вещества. Их подстерегают крупные хищники. Не акулы, а киты. В прибрежной зоне короткоплавниковые гринды плавают и охотятся группами. Раньше считалось, что днем они спят, а ночью кормятся. Теперь мы знаем, что это не так. Днем они общаются. Родственные группы плавают вблизи главных Гавайских островов. Днем охота продолжается. В дневное время кальмары уходят во мрак пропасти. Поэтому гриндам иногда приходится нырять на глубину до 600 метров. За гриндами следуют белоперые акулы. Они крупные и могут нападать. Уязвимые детеныши под защитой родителей. Возможно, акулы следуют за гриндами, чтобы найти еду. Скорее всего, они подбирают остатки, которые гринды приносят наверх после охоты. С наступлением ночи гавайские воды меняются. здесь можно увидеть необычное зрелище с участием природных гигантов. Каждую ночь миллиарды крошечных существ поднимаются на поверхность, чтобы поесть. Обычно они повсюду, но не сегодня. Из темноты возникает гигантский скат манта. размах его крыльев равен трём метрам. Скат здесь не случайно. Сюда приплыли аквалангисты и принесли с собой свет. Ланктон собирается в лучах света, превращая прозрачные воды в густой суп. скат не упускает такую возможность. Он не один. На пиршество собирается всё больше скатов. световое шоу привлекает голодных скатов. Манты парят и кружатся. Обычный приём пищи превращается в необычное и утончённое действо. Грациозные точные движения подводного балета достойны любого театра. спектакль привлекает всё больше скатов по очереди выступающих в свете фонарей. Наконец наступает пора аквалангистам уходить. Свет гаснет и манты выходят на последний поклон. Это не единственное шоу освещающее сегодня Гавайи. Извергается Килауэ. неизведанное Гавайи. На Большом острове извергается Килауэ. Это напоминание о тех силах, что создали гавайский архипелаг. Подобное действие подтверждает репутацию Килауэа как самого активного вулкана на планете. С рассветом масштабы извержения становятся очевидными. Раскалённая лава достигла моря. Битва огня и воды в разгаре. Там, где море победит, животные будут спасены. Там, где проиграет, кораллы и живые организмы погибнут. Это легендарная и древняя битва. все 137 островов возникли в результате этой борьбы. И она продолжается. Там, где прибой размывает береговую линию, кораллы рассыпаются в песок. Гавайские тюлени пережили миллионы лет смуты и наблюдали рождение многих из этих островов. Теперь они почётные персоны и защищены от вторжений. У этой самки следы зубов на животе. Свидетельство недавней встречи с акулой. Люди знают об их положении и держатся на расстоянии. Тюлени стали знаменитостями. Внешние атоллы исчезают. Возможно, эти редкие тюлени нашли свою судьбу здесь, на общественных пляжах главных островов. Но их будущее пока не ясно. Жизнь на Гавайях связана с переменами, особенно жизнь обитателей подветренных островов. На атолл Медуэй люди приезжают со времен Второй мировой войны. Остров был главным местом остановки не только животных, но и людей во время их путешествий через океан. Еще несколько десятилетий назад на атолле площадью менее шести с половиной квадратных километров жили тысячи военных. Военные ушли, но напоминание об оккупации осталось. На строевом плацу, где раньше раздавался топот марширующих ног и отдавались команды, теперь птенцы альбатросов просят есть. взлетно-посадочные полосы для самолетов истребителей облюбовали птицы. Но воздушные битвы на этих островах не закончились. Благодаря мелкой частично переваренной рыбе птенцы темной крачки быстро растут. Родители ищут еду от рассвета до заката. На обратном пути к гнездам родителей ждет испытание в виде фрегатов. Птенцы спасаются и от зноя и от любопытных глаз. Прилетели воры фрегаты. Зорким глазом фрегаты выискивают слабых и беззащитных. Пока птенцу повезло. Однако фрегаты знают, что нужно лишь дождаться, когда родитель отвлечется или птенец выйдет из укрытия. Быстрая атака и птенец пойман. колония попала под воздушный налет. Фрегаты крадут птенцов, чтобы кормить своих собственных. Чем больше налетчиков, тем больше добычи. некоторых птенцов уносят в гнезда, другими перекусывают по дороге. птенцов птенцов отрос Это слишком велики чтобы привлечь внимание хищных фрегатов но им тоже грозит опасность пять месяцев родители кормили птенцов сейчас большая часть взрослых птиц улетела оставшись без еды слетки должны научиться летать или умереть с голоду первые полеты неудачны однако после пробных взлетов альбатросы становятся асами на всех островах птенцы взлетают в небо они не могут покинуть остров и найти еду хотя у них есть силы голодная смерть не единственная опасность слеток севший на воду должен быстро взлететь иначе он намокнет или еще хуже эти острова посещают не только альбатросы несколько недель назад сюда прибыли другие обитатели они ждали этого момента тигровые акулы акулы приурочили свой визит к первым полетам птенцов обычно акулы едят в зеленых черепах но теперь они изменили охотничью стратегию и рацион шанс выжить ничтожен шанс выжить ничтожен птицы которым удастся покинуть атолл вернуться сюда только когда придет время выводить потомство к тому времени акулы будут наготове ожидая новое поколение птенцов тюлени монахи никогда не покинут острова их судьба неразрывно связано с гавайским архипелагом им больше некуда идти все что у них есть уединенные пляжи для отдыха и защищенные моря которых они охотятся новое поколение тюленей монахов ждет непростое будущее этому тюленю всего несколько месяцев мать предоставила ему хороший шанс но теперь матери нет молодой тюлень должен сам противостоять миру если он научится охотиться избежит хищников и рыболовных сетей то однажды найдет безопасный пляж и даст жизнь потомству в драгоценном оазисе гавайев появится новое поколение а а а Продолжение следует...